Всем привет! И сегодня будет распаковка разных товаров с Алиэкспресс. И первый товар – это провод длиной 1 метр с двумя джеками на конце. Джек 3,5 мм. Нужен был мне для пульта, который я делал ранее. Провод находится в тканевой оплётке. Корпус выполнен из алюминия. Стоил ориентировочно 45 рублей за штуку. Вы можете выбрать ещё и другие расцветки. Следующий товар – это кронштейн-накрепление для сотовых телефонов. Вещь довольно нужная для блогеров. Мне, например, тоже она пригодится. Ломается, правда, часто, поэтому заказал две. Стоит также в районе 40 рублей. Самое интересное, что у себя в городе я их не смог найти. А нашёл похожее алюминиевое, но уже стоит от 300 рублей. Следующий товар – это противовес для стабилизатора ЖИЁН, либо подобное. Каждый отдельный груз весит по 20 грамм. Всего вместе они весят 60 с небольшим. Честно, мне не хватило ещё грузиков 3. Если было бы в комплекте, было бы замечательно. Стоит при этом недёшево. Более подробно будем рассматривать в следующем видео с аноморфной линзой. Следующая нужная вещь для меня – это была небольшая антенна для телевизора. Цена её с учётом доставки приблизительно 250 рублей. У нас такие антенны в городе по размерам меньше и стоят почти в два раза дороже. Длина провода составляет 3 метра. Штепсельная вилка приходит с переходником. Как правильно называется этот разъём, я не знаю. Но вот один разъём пришёл нормального качества, а вот во второй переходник вставляется с трудом. Ориентировочные размеры пластины – 275 на 75 мм. Так она устроена внутри. Прикрепить антенну можно на двухсторонний скотч, что, кстати, удобно. Ну и последняя штука на сегодня – это обычный вентилятор. Стоит всего 70 рублей. Кстати, обдувает он неплохо. Лопасти у него силиконовые. Имеет комбинированный USB-слот. То есть вы можете запитать как от пауэрбанка, так и от телефона. Применение, я думаю, вы ему найдёте. Я, например, его использую иногда на работе. Но не стоит им пользоваться, например, на почте, когда стоит огромная очередь, а у вас есть такой вот бонус. Работает приблизительно час, затем выключается и остывает. На этом у меня всё. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok